Нам выбирать наше будущее. В Старооскольском краеведческом музее открылась мини-выставка, посвященная 25-летию системы избирательных комиссий Белгородской области. История Старооскольского избиркома представлена в документах районного совета депутатов трудящихся местного горкома КПСС. В материалах представлена избирательная система Старого Оскола, начиная с 40-х годов прошлого века. На открытии выставки присутствовали студенты, участники клубов молодого избирателя. О современном этапе жизни избиркомов и новшествах в голосовании молодежи рассказал председатель Старооскольской избирательной комиссии Роман Сафонников. На сегодня даже уже проведены эксперименты в городе Москва на трех округах по дистанционному голосованию. То есть можно было проголосовать, не выходя из дома, онлайн, по телефону, либо с планшетом, либо с компьютером. Скорее всего, эта тенденция будет продолжаться, то есть развитие есть. В ближайшие пять лет Старооскольцам предстоит ежегодно приходить на участки для голосования. Открывают череду выборы депутатов областной думы с седьмого созыва. Они состоятся 13 сентября 2020 года. Затем Государственная дума, губернатор области, новый состав местного совета депутатов и президентские выборы. Если, конечно, поправки в Конституцию не изменят планов. Выставка в Краеведческом музее будет работать и до конца февраля.